Открытый диалог в стенах Брестского гора с полкома, рабочая встреча, инициаторами которой выступили представители местной вертикали власти. Это общение получилось скорее неформальным, однако с конкретными целями и задачами. На июль 2022 в городе запланировано проведение фестиваля моды и стиля. Так как наш областной центр может по праву считать себя белорусской швейной столицей, то здесь есть, что показать и другим регионам, и приглашенным гостям. Мы видим в продвижении данного мероприятия решение даже может быть не двуединное, а триединные задачи. Помимо компонента массового мероприятия, такого веселительного, развлекательного, конечно это продвижение товаров брестских производителей на рынке с учетом изменившейся конъюнктуры. Конечно это поиск новых поставщиков с учетом тех ограничений, которые уже действуют и вряд ли будут сняты в ближайшее время. Поэтому это мероприятие имеет комплексный характер, и оно в какой-то мере позволит адаптировать отрасль легкой промышленности под сложившуюся ситуацию. Если нам в этой ситуации еще получится сделать это с точки зрения продвижения брестских товаров и в глазах наших брещан, и гостей нашего города, это я тоже думаю будет иметь реальную экономическую выгоду в том числе. Место проведения запланированного фестиваля – закрытая арена и площадка перед легкоатлетическим манежем, а также конференц-залы дворца водных видов спорта и ледового дворца. Участие в мероприятии примут представители Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности и Национальная школа красоты. По мнению организаторов, проект должен в себя включать показы, маркеты, лекции, мастер-классы. Как раз таки в этом и предлагают принять участие представителям швейной отрасли, которые лучше понимают конъюнктуру рынка, тенденции и тренды. Кроме того, это хорошая возможность выставиться и представить свой продукт. Модная сцена будет установлена в легкоатлетическом манеже. Она будет уже установлена по образцу, как это делается на настоящих показах неделях моды в НИТИ и во Франции, и в Италии. Там будет язык, там будут места для переодевания моделей, там будут непосредственно модели. У нас уже существует договоренность с ведущими агентствами модельными нашей страны. Разговор получился достаточно открытым. Такой же открытости сегодня организаторы ожидают от потенциальных участников. Они могут предложить свои идеи презентаций и мероприятий. Все инициативы готовы рассмотреть в оргкомитете фестиваля. Ведь такое мероприятие в любом случае будет расценено и как местный бренд, который будет собирать всех заинтересованных в этой сфере представителей отрасли, в том числе и из-за рубежа. Потому что наших производителей знают и уважают. Я не сомневаюсь в успехе этого проекта. Я уверен в том, что он даст прямую экономическую и финансовую выгоду. Опять же, повторюсь, позволит адаптировать данное направление коммерческой деятельности к сложившимся ситуациям. Легче всего сложить руки, ничего не делать и жаловаться на то, что все стало вокруг плохо. Брест по праву носит звание швейной столицы. По крайней мере, так довольно часто раньше упоминалось. Еще совсем недавно мы имели целевых туристов, ну может быть с оговоркой туристов, у которых цель посещения города была именно приобретение швейных изделий. Все это прекрасно знают и помнят. Наша задача уже на совершенно другом уровне возразить, в какой-то мере адаптировать вот эту замечательную, хорошую силу притяжения, в том числе к нашему городу, с учетом сложившейся времени. Тема осталась открыта. Это значит, что диалог будет продолжен только уже в предметной плоскости. Продолжение следует...